Эспайр Бэнд. Ничего лишнего, но и не совсем голяк. Внешне бак выглядит почти ровно так же, как и его младший брат. А что поменялось? В оригинальном клейте дриптип был двусоставным, тогда как в клейте 120 он объединен стопкэпом и имеет насечки для удобного снятия. Чуть ниже виднеются еще одни насечки. Они предназначены для раскручивания бака. Регулируемый обдув остался таким же по формату, но количество отверстий увеличилось до трех. Испаритель же заметно увеличился в размерах и, по заявлению производителя, выдерживает как ни странно. 120 ватт мощности. Внутрь эспайр засунули зубцы, которые неплохо защищают от брызг. Заправка, к сожалению, изменилась в худшую сторону. Теперь вам придется заливать жидкость через довольно небольшое отверстие, которое то и дело любит включать режим злого таможенника и не пропускать ваш заветный джуз внутрь. Качество клейта 120 напоминает студента, который не хотя подготовился к экзамену и, не стараясь, в итоге все равно получил оценку удовлетворительно. С покраской, обработкой, подгонкой деталей и всеми прочими аспектами все вроде бы хорошо, но только на первый взгляд. Возможно, проблема заключается исключительно в нашем экземпляре, но клейта 120 очень сильно любит клянить. Везде и всегда. Хотите открутить топкэп, чтобы заправиться? Держите на готове полотенце. Вы можете случайно открутить еще и деталь, которая фиксирует стекло на орингах, после чего вся жидкость весело протечет. Во всем виноваты два ряда тонких насечек. Эспайр хотели как лучше, а получилось не очень. Открутить бак с вашего девайса – задача не из легких. Иногда у вас будет прокручиваться кольцо обдува, а иногда все стекло. И снова подтеки, и снова жидкость на руках. Впрочем, если быть аккуратным и не раздражаться из-за перечисленных проблем, то к нему быстро привыкаешь и просто начинаешь наслаждаться его простотой и мощностью. Диапазон от 100 до 120 ватт, красующийся на испарителе – абсолютно правдивые и точные цифры. Клейта 120 – это простая паровая машина. Облака для него – родная стихия, поэтому даже не пытайтесь его поставить на 75-ваттный девайс. Минимальный порог мощности, с которой ты начинаешь понимать, что твой клейта нормально работает, равен примерно 90 ваттам. Но даже на этой отметке, по ощущениям, он все еще разгоняется. Максимальная отметка мощности, на которой мы смогли хоть как-то парить клейта, равна 160 ваттам. Максимально комфортный же лимит, когда можно затягиваться долго и с удовольствием – 130 ватт. По вкусу, правда, что новинка немного проигрывает младшему брату. Создается такое ощущение, что вкус взяли и засунули в мешок. Звучит забавно, но это так. Отдельные нотки знакомых жидкостей кажутся слегка приглушенными, а насыщенность оставляет желать лучшего. Идеальная затяжка становится при наполовину закрытом обдуве, а при полностью открытых отверстиях, даже на очень высоких мощностях, пар кажется слегка разряженным. В целом, клейта 120 – неплохой бак для терпеливых, ленивых и не слишком искушенных вейперов, которые хотят погодных систем без особого акцента на вкусовую составляющую. Но все-таки хочется, чтобы проблем с качеством и отдельными клинищими частями не было. Да и емкость бака слегка разочаровала. 4 мл на 120 ваттах уходит очень и очень быстро. Мы благодарим VapeTiger за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.